Приветствую вас! Вы знаете, для начала я порекомендовал вам перестать себя винить. То есть, ваше чувство вины, которое вы испытываете, оно ничего хорошего вам не даст. Кроме негатива. Если вы, конечно, обращаетесь именно к психологам, то есть, если вы обращаетесь именно к психологу, то чувство вины, которое вы испытываете, оно и является, вообще-то говоря, основной причиной, которую вы изменили своему мужу. Как это не парадоксально звучит? То есть, что такое вина? Вина это подавление себя. Вот такое вина. То есть, вы, обвиняя себя, да, обвиняя себя, вы подавляя себя, дошли до измен. Вот. То есть, как бы, понятно, да? Ого, вот. И если вы не хотите, чтобы данная история как-то вот продолжалась, да, если вы не хотите, чтобы она, эта история, имела продолжение, то я рекомендую вам, значит, перестать себя винить. Это первое, что вам нужно сделать. Обязательно. Потому что, если вы будете себя винить, то, скорее всего, измена повторится. Скорее всего. Вот. Ага, дальше. Дальше. Следующий аспект, который я хотел и хотел бы, затронуть. Следующий аспект касается удовлетворенности. Вашей удовлетворенности. То есть, грубо говоря, того, насколько вы вообще удовлетворены. Ну, в своей жизни. Насколько вы удовлетворены. Тем, как вы живете. Вот. Насколько вы, а-а-а, ну, реализованы. Вот. Ну, по своей, по жизни. Своей. Вот. И так далее. И, соответственно, следует понять. Одну простую вещь. Одну простую вещь следует понять. что вы изменили, а-а-а, значит, вы своему мужу. Вот. А-а-а, только по тому, только по тому, что были неудовлетворены. То есть, вам, грубо говоря, грубо говоря, чего-то не хватало. Ну, вообще. Вот. В своей жизни. Вот. Вот. И, соответственно, а-а-а, именно из-за, из-за этого вы и изменили своему мужу. То есть, измена, это результат вашей неудовлетворенности. Вот. Которую вы, так или иначе, ну, испытываете. Из-за той или иной, по той или иной причине, скажем так. Вот. И, если вы действительно хотите ситуацию исправить, то исправлять ее следует начать именно с заявления, заявлений о том, а-а-а, что вы хотите перед заявлением о твоих желаниях. Вот. А-а-а, вы можете, вы можете не признаваться мужу в том, что вы сделали, потому что ошибаться, а-а-а, ну, ошибиться может, а-а-а, каждый. Это, а-а, нормальных. Вот. Вот. Но. Вам нужно обязательно сделать выводы, а-а-а, из того, что произошло. А-а-а, потому что без выводов, без анализа того, что случилось. А-а-а, еще раз повторяю, да, что, а-а-а, что повторится, что есть ситуация. А-а-а, история, да, она повторится, она произойдет вновь. Вот. И, соответственно, винить себя, винить себя, вы, конечно, ну, можете винить себя, а-а-а, вот. Но, только, опять же, опять же, да, какой в этом смысл, да, то есть, ну, как бы, кому от этого будет хорошо, если вы будете себя винить. Вот. То есть, это вот, а-а-а, то, что вам нужно для себя обязательно выявить. Вот вам нужно обязательно для себя определить. А-а-а, вот. А-а, значит, по поводу вашего вопроса, да, то есть, не нарушился ли ваш, а-а-а, тут вы спрашиваете, а-а-а, психолог, именно психолог ответить на этот вопрос не может, потому что вам нужно обращаться к человеку, знающему, понимающему этой области, вот. вот, ну, когда, ну, супруг, так, а-а-а, изменяет, вот, то есть, если такая история происходит, что, а-а-а, ну, кто-то из, а-а-а, супругов изменяет, то это говорит о наличии проблем в семье. И я надеюсь только на то, что вы сделаете выводы из, а-а-а, того, что произошло. Я надеюсь, что он, а-а-а, вы, не повторите свои ошибки, вот, и будете все-таки, а-а-а, ну, с мужем, да, разговаривать, а-а-а-а, больше на тему, вот, как раз, на тему проблем между вами. Вот, потому что, ну, то, что проблемы есть, в этом я даже не сомневаюсь, вот, между вами. Ну, их, а-а-а, их еще нужно эти проблемы решить, вот, их нужно признать, эти проблемы. М-м-м-м. Я надеюсь только лишь на-а-а-а-а, то, что вы их признаете и будете с этим что-то делать. Потому что по-другому, по-другому ситуацию никак, никак не исправить. Вот. То есть, э-э-э, не нужно вам, да, вот, вам брать на себя ответственность, э-э-э, за то, что произошло. Это не только ваша ответственность, это ответственность еще и вашего мужа, который, э-э-э, так же допустил, э-э-э, вашу неудовлетворенность. Вот. Но, как я уже сказал, э-э, все можно исправить, исправить, данную ситуацию исправить можно тоже. Вот. Если вы активно будете заявлять о себе, если вы активно будете говорить, что вы хотите, если вы будете активно говорить о том, что вам не хватает, вот, э-э-э, то, ситуация действительно больше не повторит. Вот. И, соответственно, если вы, э-э-э, ничего не измените, э-э-э, в своей позиции, в своем поведении, э-э-э, в своей позиции, в своем поведении, а будете, э-э-э, только, э-э-э, себя винить, например, в том, что сделали, э-э-э, то ситуация может повториться, э-э-э, и повториться, э-э-э, с еще большим размахом, да, то есть, ну, если вы еще раз измените мужа, на этот раз, э-э-э, он уже, э-э-э, допустим, узнает, или вы подсознательно будете хотеть, чтобы он узнал об этом, о-э-э, ну, потому что, ну, удовлетворенно, что будет расти, э-э-э-э, вот, понимаете, э-э-э-э, вот примерно, такая история, примерно, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете, а если вам нужна помощь, именно, э-э-э, религиозная, да, то есть, ну, религиозного человека, вот, то обратитесь в раздел религии, вроде бы, э-э-э, ну, я не знаю, как у вас называется, э-э-э, у нас священник, а у вас, я не знаю, кто, вот, обратитесь, в любом случае, вам помогут. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, если вы захотите разобрать ситуацию попробнее, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, кстати говоря, от чувства вины тоже, э-э-э, в принципе, можно избавиться, да, то это не проблема, вот, главное, чтобы было на это, чтобы было желание, чтобы было желание работать. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова